Добрый день! Приветствую вас на канале FoodAtlas, техника для вкусной еды. Сегодня в выпуске мы рассмотрим работу машины для изготовления тестовых кружков GPG-50. Машина для изготовления тестовых кружков GPG-50 предназначена для эксплуатации на предприятиях общественного питания, в кафе и ресторанах. Используется для изготовления тестовых кружков, а в дальнейшем для ручной долепки военников, пельменей, чебуреков и подобных полуфабрикатов с разнообразными начинками. Аппараты серии GPG-50 поставляются с матрицами диаметрами 50, 60, 70, 80 и 110 мм. Производительность аппарата 50 штук в минуту. При выборе аппарата заранее определите размер полуфабриката, который вы хотите получать, так как матрицы являются труднозаменяемыми. Рассмотрим основные комплектующие аппарата GPG-50 с матрицей на 80 мм. Панель управления, состоящая из кнопки экстренной остановки, кнопки включения и выключения аппарата, а также кнопки привода ворошителя муки для подсыпки. Подающий тесто конвейер. Тестоприемник. Смотровое окно. Винты регулировки толщины теста. Платок с ворошителем для подачи муки. Конвейерная лента для готовых изделий. Перед началом работы необходимо осуществить ввод оборудования в эксплуатацию и ознакомиться с паспортом и руководством по эксплуатации. Аппарат готов к эксплуатации. Давайте приступим к работе с сырьем. Для работы подготовил колбаски с крутого теста. Работать буду без мучной подсыпки, так как у нас нет задач произвести много изделий. Ну и разделять их на отдельные составляющие нам тоже особо необходимости нет. Итак, начнем. Просто загружаем колбаску. Предварительно я уже его отрегулировал, подобрал толщину теста, прижал на матрицу. На выходе у нас уже получались готовые изделия. Вот. Получаются, соответственно, тестовые кружки диаметром 80 мм. Итак, мы закончили работу на оборудовании. Основные трудности, которые у вас могут возникать во время работы, чаще всего связаны всего лишь с двумя вещами. Первое. Это рецептура теста. То есть, тесто должно быть крутое и эластичное, потому что происходит банальная раскатка теста. Первичное и вторичное. И то есть, если тесто у вас будет недостаточно тугое, то оно будет на изломе покрываться такими трещинами. Второе. Это скорость подачи теста. Скорость подачи теста можно регулировать двумя путями. Первое. Это регулируя размер самой подаваемой тестовой заготовки. А второе. Это регулируя толщину теста после первичной раскатки. То есть, как, например, понять, что скорость подачи теста оптимальная? Что изделия у вас выходят в правильные круглые формы, а не эллипсообразные. Если же изделия у вас выходят, так скажем, откусанные, то тогда скорость подачи теста у вас небольшая. Также можно и визуально смотреть, что тесто у вас не должно складываться в гармошку перед формующей матрицей и нижним барабаном. Тогда скорость подачи у вас будет оптимальная. И изделие всегда будет выходить в правильную форму. Также не забывайте использовать и мучную подсыпку. То есть, понятно, что если у нас в бункере нет муки, то все изделия у нас будут слипаться и превращаться в один пласт теста. А также мучную подсыпку можно использовать и на тестовой заготовке во время подачи сырья в бункер. А если у вас изделия выходят недорезанные, то есть, выходит недорезанный пласт теста, либо не до конца отрезанный тестовый кружок, это значит, что вам нужно прижать отрезную матрицу к барабану. Делается это при открывании крышки задней панели. Задавайте ваш вопрос в комментариях, с удовольствием на них ответим. Готовьте Мисс Фудатлас. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!